Сегодня Всемирный день радио. Первая радиопередача в нашем регионе вышла в эфир в 1926 году. Информационная насыщенность, оперативность, качество и современный подход к работе позволяют радио Чувашии оставаться одним из популярных средств массовой информации в республике. Небольшой коллектив, всего 22 человека, выпускает несколько десятков разнообразных цикловых передач, посвященных социальной тематике, культуре, медицине и спорту. С раннего утра на радио Чувашии звучит актуальная и интересная информация, обзор и анализ основных событий республики. Каждый день мои коллеги готовят 8 выпусков новостей на двух языках, организуют интерактивные прямые эфиры по острым социальным вопросам. Есть и новые проекты, приуроченные году педагога и наставника в России и счастливого детства в Чувашии. Например, два проекта мы запустили вместе с Республиканской детско-юношеской библиотекой. Первый проект называется «Книги счастливого детства», понятно, что о литературе, которая может заинтересовать детей. Второй проект называется «Этнопедагогика», это уже о народных чувашских традициях для образования детей. Конечно, тут поделимся опытом известного этнопедагога нашего Геннадия Волкова.